Привет, друзья! Меня зовут Катрина Адамченко. Это моя подружка Леруська. И сегодня мы хотим для вас снять обзор на вот такую волшебную коробку, которую прислала нам в подарок компании NYX Pro Fashion Makeup, потому что они выпустили новую коллекцию, которая называется Vinyl Club. Здесь очень много интересных штук. И я постараюсь сегодня все-все-все намазать на Леруську. Поэтому, в общем, давайте экспериментировать вместе. Я буду вам говорить честные отзывы об этой косметике. И постараюсь максимально подробно показать все сводчи и рассказать, как всеми этими штуками пользоваться. Так что начинаем. Мы очистили лицо с помощью нитиллярной воды NYX NITILAR WATER. И, кстати, я постараюсь весь образ сделать на косметике NYX. И дальше мы приступаем к подготовке кожи. И я уже успела испытать невероятно крутую базу, под макияж. Причем, эта серия, скажем, даже не как декоративная косметика, а косметика по уходу. Honey Dew Miao. В общем, используйте ее повседневно под макияж и как увлажняющее средство. База под макияж очень важна в качестве увлажнения, подготовки кожи, потому что кожи нужно восстанавливать, когда вы ежедневно пользуетесь косметикой. Так, дальше в коробке я нашла такое интересное средство. Вот такая же тачка. И она предназначена для работы вместе с тональным средством Total Control Drop Foundation. Значит, попробуем сейчас. Текстура очень жидкая, но невероятно красивая. Это для тех, кто любит сияющий макияж, подложки, базы. Кстати, тональный подходит для любого типа кожи. Цвет тона Total называется Natural. В принципе, мне нравится этот тональный, потому что он не дает такого сильного перекрытия, эффекта маски на лето отличный вариант. Когда работаем с тоном, мы не забываем о том, что его нужно опускать на зону шеи, можно даже опускаться в зону декорте, если у вас есть вырез в одежде. Дело в том, что мы избегаем таким образом эффекта маски. Но я хочу сказать, что этот тональный, он подходит для здоровой кожи. Он не предназначен для перекрывания каких-то ярких пятен, недочетов. Придется все равно использовать корректор или консилер. Но для темных кругов мы все-таки воспользуемся консилером. High Definition Concealer. Я сейчас попробую цвет 03. Такой розовато-персиковый цвет. Он подойдет для серо-синих снегов. Текстура консилера приятная. Здесь очень мелко дисперсный помол. При тоненьком слое хорошо перекрывает цвет. И высыхает быстро, не скатывается. Кстати, очень рекомендую. Но обычно самый популярный оттенок это второй. Первый, второй. Я вообще люблю наносить консилер на всю орбитальную зону. Но иногда специфика продуктов не предполагает этого. Но дело в том, что мне удобнее все-таки работать в этой технике. Так как я еще не знаю, как будет выглядеть наш макияж, у нас полный экспромт. Потому что, ну, мне просто интересно попробовать новую косметику. А Лерочка решила меня в этом поддержать. Поэтому пока просто приводим лицо в идеальное состояние. Тоже серия Every Glow Стробин Крем. С таким бомбочкой затестим. Нанесем. Нанесем. Нанесем сюда. Видно? Сияет. Ну, сияет достаточно деликатно. Действительно таким красивым розоватым блеском. Вообще я люблю работать набивающими движениями, сценариями, со всеми прямыми текстурами на лице. Потому что тогда получается ровное нанесение, ровным слоем. Иначе я просто буду смазывать и разносить, не перекрывая толком то, что мне нужно. вот еще была такая пудра серии Голографик Хайло. Она, правда, здесь синим таким подтоном, переливом. Ну, давайте попробуем. Посмотрим. Настолько мелкая, просто стертая пыль. Вот такая пудра. Еще мне очень нравятся такие хайлайтеры из серии Лауи Су Мочи, но их нужно наносить пальчиком. Вот этот цвет. Добавим. Брови мы будем подчеркивать с помощью туши для бровей. Тинтед Бров Маскара для блондинок. Блонд. В коробочке были две палетки серии AYV Glow. Одна холодная, одна теплая. Оттенки невероятные. Дизайн лакшери. Хотя цена очень доступная. В общем, вот это рекомендую для холодного цвета типа. Пользуюсь сама уже несколько дней. Классная палетка. Из нее можно взять даже подчеркнуть бровки себе два оттенка. Упаковка в этой палетке пластиковая. и 10 цветов по одному грамм. В общем, ребят, вот такие две палетки. Холодная, теплая. Здесь базовые цвета для дневного макияжа. Получается три цвета матовых, четыре цвета шиммерных. Вот здесь три цвета для вечернего макияжа. Матовый два шиммерных. Вот этот невероятно красивый цвет очень красиво подчеркивает зеленые глаза. Удачный. Действительно удачный. Не темный, не светлый. Классный цвет. Здесь палетка для теплого цвета типа. Здесь такой один интересный цвет. Он с очень мелкими блесточками. Значит, матовый молочный цвет, шиммерный. с мелкими блесточками. Вот эта вся серия шиммерных. Вот этот вообще волшебный цвет. И два матовых цвета шоколадных, теплых, красивых цвета. В принципе, дневной вечерний макияж с этой палеткой 100% будет очень удачным. Попробуем первый цвет пальчиком. Вот такой красивый цвет. Покажу вам еще один новый продукт. Lace and Confused это тени лак для глаз. Выглядит вот так. Цвет, как моя любимая подружка говорит, гнилой сливы. Так, ну попробуем. Интересный продукт. Еще не знаю, как его правильно наносить, как топпер или самостоятельно, но попробуем пока что самостоятельно. сделаем такую дынку моим любимым цветом. я использовала это средство самостоятельно, но советую все-таки сделать основу из теней или из других средств, а уже средство лак, тени лак использовать в конце. Вот с помощью вот этой палетки мы все-таки сделали такую дымку волшебную, лежусь киноглазах и это баблю на веком. дело в том, что оставлять эти тени, как я понимаю, нельзя, то есть это не для повседневного макияжа, это только для съемок бьюти, потому что естественно они скатываются. но вблизи выглядит невероятно красиво. Вообще очень красиво, когда используется макияжик, нужно больше разных оттенков, одного цвета. Так, что у нас здесь еще есть интересное? У нас есть три баночки пигментов, так, нет, глиттеров, три баночки глиттеров красивых, но я думаю, что наши макияжи они нам будут неуместны, используем в другой раз. У нас есть две подводки Stricti винил, тоже новый продукт, интересно попробовать в коричневом и сером цвете. Я думаю, возьмем мы сейчас серию. Ну, скажем так, для жизни я этот лайнер не вижу, но для каких-то съемок интересных образов вполне можно нить. Такой эффект глянца. Дальше, что было из серии для губ? вот такие три блестящие блеска. Вот этот с миллионом разноцветных блесточек. Красивый, очень красивый блеск. Вот такой натуральный повседневный блеск для жизни действительно хорошо подходит, освежает, увеличивает визуально губки. И вот такой блеск с серебряными блесточками. Вот эти два на них тоже стоит обратить внимание. Еще у нас есть вот такие четыре шиммерных блеска Shimmer Down. Необычный цвет. На кисточке выглядит намного красивее, чем за тест. Не знаю, пробовать. Тоже, скажем, для каких-то фэшн съемок. Вот этот красивый цвет для вечернего макияжа. Очень красивый. Натуральный блеск, но с огромным количеством блесточек. Вот такой розово-золотой, но в тюбике он очень красивый, на губах визуально остареет. Не знаю, кому он подойдет, еще не нашла такую обладательницу будущую эти губки. Также в коробке я нашла необычный блеск Stricti Vinyl в черном цвете. Такой черный лак смола. И прозрачный блеск Lingerie Gloss. И три нюдовых оттеночка блесков для губ Lingerie Shimmer Chateau Yant. Также в черном цвете лак для глаз и NYX стали выпускать пучковые реснички. Это тоже очень удобно. Красивые реснички. Вы можете их клеить самостоятельно себе. Тоже будем пробовать сейчас. Возьмем такой серый карандаш для губ. Попробуем выделить слизистые, чтобы поддержать серую стрелку. Тоже моя любимая москара. Будем клеить реснички. Маловатый святой. ресницы бомба. Не знаю их стоимости, но качество классное. Здесь такая планшетка, в которой несколько длин ресниц коротких длинноватый, где-то 11-11 миллиметров, до очень длинных, я думаю, миллиметров 15 есть. Мы доделали второй глаз. Переходим к губам. На губу я решила нанести карандаш. Сначала цвет тулуз. Мне очень нравится этот цвет, потому что он похож на натуральный цвет губ и можно визуально увеличить выгодно губки. Я отношу этот карандаш как бестселлер. Если вдруг вы вылазите за бортики вот здесь, это не очень красиво выглядит, поэтому очень удобно вытирать, подчищать лишнее, с помощью пенсилера и плоской кисти. Очень красиво. Я много раз говорю очень, но очень. Непослушные лаковые тени, их нужно постоянно растушевывать, иначе они скатываются в складочках. Если кто-то знает способ зафиксировать, пожалуйста, свяжите рисунок. Так, сейчас приступим к прическе. В целом наш образ закончен. Фаворитами в создании этого образа для меня стала палетка Love Beam холодная, теней, и этот невероятно красивый фиолетовый цвет, а также тинт голографик халло. Подводка виниловая мне понравилась, но не для жизни, а для съемок, а также лаковые тени. Стоило бы как-то доработать, потому что они скатываются в процессе носки. Если у вас есть какие-то предложения или идеи, как это можно сделать, я буду очень рада. спасибо большое дизайнеру Анастасии Морога за сережки предоставленные для съемки и спасибо за гребень дизайнерский от Виктории. Друзья, если вам понравилось это видео, то поддержите пожалуйста его лайком. Если вам интересно мое творчество, то смотрите другие видео на моем канале и я буду очень рада ответить на все ваши комментарии. И еще мне очень интересно, что бы вы хотели видеть на моем канале. Рассмотрю любые предложения и обязательно сниму для вас обзор или видео макияжа. В общем, предлагайте, пишите, буду очень рада. Спасибо за внимание. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok